Всем привет! С вами Точеный. Сегодня я вам расскажу о самой полезной, самой удивительной, на мой взгляд, книге по теме веганства, которую я когда-либо читал. И эта книга «Нездохни», которую написал Майкл Грегор. Если кто не знает, это та самая книга, которую мне прислал Банан и Сибидис за участие в его конкурсе. Я долго откладывал этот ролик, но сегодня я, наконец-то, его записываю. Я вам расскажу про эту книгу, что я о ней думаю и какую полезную информацию вы можете из нее почерпнуть. Сначала стоит сказать несколько слов об авторе данной книги. Автором является Майкл Грегор. Это врач по образованию, который занимается популяризацией растительного питания в качестве основного средства излечения и предотвращения многих смертельных болезней. Также в отношении Майкла Грегора есть удивительная критика, которую я встречал на канале одного ютубера. Также в той группе, которую недавно рассматривал, типа Майкл Грегор Шернатан. И приводятся доводы, что вот он в какой-то рекламе чей-то снялся, какой-то секты. И про коровье бешенство переживал там, всем об этом рассказывал. По сути, больше ничего. И сейчас вы поймете, что в книге данного автора придраться, ну, практически не к чему. Сразу скажу, что у данного оратора есть серия лекций, с которыми стоит ознакомиться. Они есть в общем доступе, и ссылку на них я дам в описании. Посмотрите, если вы их не видели, то это обязательно стоит увидеть. Итак, что же из себя представляет данная замечательная книга? Она состоит из двух частей. В первой части изложены наиболее распространенные болезни и как на них влияет питание. И вторая часть рассказывает нам о том, какие овощи и фрукты, другие растительные продукты нужно есть каждый день. Какие у них замечательные положительные свойства. И как все это вписать в наш ежедневный рацион. Данную книгу без преувеличения можно назвать новой библией веганов. И чтобы раскритиковать данную книгу, моему лучшему другу придется потратить уйму, просто огромное количество времени. Потому что в этой книге на каждый довод, на каждый фактор, на каждое предположение, гипотезу даются ссылки на научные исследования. Вы можете посмотреть авторов, название статьи, найти статью и проверить, не набрал ли нам Майкл Грегор. Ссылки на научные исследования являются, на мой взгляд, основным достоинством данной книги. Не знаю, как вы, но я привык к тому, что многие ораторы веганства, популяризаторы и другие личности просто приводят какие-то доводы без обоснования. Тем более научного. Просто прими на веру, что это хорошо, а это плохо. Здесь такого нет. Если дается какое-то предположение, выдвигается гипотеза, то всегда написано. Я предполагаю, например, очень много там исследований о том, что куркума, арбузы, другие овощи и фрукты, какие-то экстракты добавляют в чашки петри к раковым клеткам. Что уменьшало их распространение или даже боролось с ними. Но исследований на людях или даже животных не было проведено. И автор в такой ситуации говорит, что мы можем добавлять куркуму. Мы не уверены, что это поможет нам бороться с раком, но если мы добавим, денег мы не потеряем, это вкусно и полезно и, возможно, это нам поможет. То есть неподтвержденные научными фактами гипотезы не преподаются нам, как истина, в последней инстанции. Что еще мне понравилось в данной книге, так это то, что я реально узнал много новой и полезной информации, которую не знал до этого. Почему животные продукты вредны и почему растительные полезны. Не поверхностно, а на глубинном уровне. В предыдущем ролике я уже рассказал вам о том, как потребление животной пищи влияет на выработку гормона ИФР1. Но это одна из причин, почему мясо и другие животные продукты вредны. В книге таких примеров очень-очень много. Например, там есть пример о том, что в мясе и других животных продуктах сохраняются тяжелые металлы, которые могут отравлять нас десятилетиями. И это все подтверждено научными исследованиями. Опять же, исследования могут быть ошибочными, там могут быть какие-то проблемы, но этих исследований много, оно не одно. Их бывает всего лишь на один подпункт, а то и на страницу больше десяти. На одну голову их может быть 150. Понимаете, база разработана очень хорошо, и вы можете сами все проверять и изучать. Если немножко подробнее пробежаться по оглавлению данной книги, то вы можете найти ответы на такие вопросы, как потребление животной продукции влияет на возникновение болезней сердца, легких, мозга, различных видов рака, гипертонии, болезней почек и так далее. И также можете найти конкретные рекомендации по продуктам и специям, которые стоит употреблять каждый день или в каких-то конкретных ситуациях. В целом, я бы рекомендовал прочесть данную книгу каждому человеку, который заботится о своем здоровье и интересуется, как его состояние улучшить или предотвратить возникновение тех или иных заболеваний. И тем более, данную книгу я рекомендую прочитать всем веганам и вегетарианцам. Во-первых, чтобы глубже понимать, как все это работает, почему растительное питание лучше, чем традиционное. И для того, чтобы уметь постоять за себя и за идею веганства в том числе, в спорах со всякими гражданами, у которых мыши поют. На мой взгляд, это очень важно, потому что мы не фанатики, мы не члены религиозной секты, мы люди, которые приняли на решение быть веганами. Конечно, этическая составляющая главная, это исходит от души, от сердца, но научные данные, они необходимы всегда, потому что с этической позицией сложно спорить, ведь ты не скажешь человеку, что он должен чувствовать. Но ты можешь ему сказать, что ты не будешь есть творог, у тебя кости поломаются, ты не будешь есть мясо, ты похудеешь и станешь слабым. И так далее. Есть научные данные, вы можете использовать их в дискуссиях. Это очень важно, я в принципе советую вам практиковать такие диалоги. Конечно, будут люди, которые назовут вас просто дебилом или скажут, что вы ничего не понимаете. С такими людьми лучше не вести никаких дискуссий, но будут люди, которые готовы на дискуссию. И ваши знания помогут вам либо переубедить данного человека, либо помогут человеку, который сомневается, приобрести веру в себя и в то, что он принимает правильное решение. Что также очень важно на пути популяризации вегетарианства и веганства. В заключении хочу еще раз поблагодарить банана-сипедиста за эту замечательную книжку. Спасибо тебе, Давид, огромное. Всем советую приобрести и прочесть данную книжку. Если у вас нет времени, возможностей и желания приобрести и прочесть данную книгу, не расстраивайтесь. Вы можете посмотреть лекции Майкла Грегора и уже получить довольно широкое понимание всех вопросов, изложенных в данной книге. И во-вторых, вы можете подписаться на мой инстаграм, где какие-то небольшие вопросы в виде маленьких статей я излагаю. И в инстаграме, и в своей группе ВКонтакте. Ну и само собой, какие-то важные глобальные вещи из данной книги я буду пересказывать в своих роликах. Поэтому подписывайтесь на канал, смотрите предыдущие ролики. С вами был Точеный. Пока!